Слово Господа, которое было Косии, сыну Беерии, во времена правления иудейских царей Узии, Иотама, Ахаза, Езекии, и во времена царствования Иераваама, сына Иаша, царя Израиля. Жена и дети Осии. Когда Господь начал говорить через Осию, Он сказал ему, — Пойди, возьми себе в жены блудницу и с ней детей ее разврата, потому что эта земля погрязла в ужасном распутстве, отвернувшись от Господа. Итак, Он взял себе в жены Гомерь, дочь Дивлаима, и она забеременела и родила ему сына. И тогда Господь сказал Осии, — Назови его Израиль, потому что вскоре я накажу дом Иеуя, зарезню в Израиле, и положу конец царству дома Израиля. В тот день я сокрушу лук Израиля в долине Израиль. Гомерь вновь забеременела и родила дочь. Тогда Господь сказал Осии, — Назови ее Лорухама, потому что я уже больше не помилую дом Израиля и не буду прощать его. Но я помилую дом Иуды и спасу их не луком, мечом или битвой, не конями и всадниками, а силою Господа их Бога. После того, как Гомерь отняла Лорухаму от груди, она забеременела и родила еще одного сына. Тогда Господь сказал, — Назови его Ло-Амми, потому что вы не мой народ, и я не ваш Бог. И все же число израилетян будет как морской песок, который нельзя измерить или сосчитать. И там, где им было сказано, — Вы не мой народ, они будут названы сынами живого Бога. Народ Иуды и народ Израиля будут объединены, назначат одного вождя и выйдут из земли переселения, потому что велик будет день Израиля. Говорите о ваших братьях, мой народ, и о своих сестрах, помилованное. Израиль подобен неверной жене. Обличайте свою мать, обличайте ее, потому что она не моя жена, а я не ее муж. Пусть она уберет распутный взгляд со своего лица и разврат от грудей своих. Иначе я раздену ее догола и обнажу ее так, как в день ее рождения. Я уподоблю ее пустыне, превращу ее в сухую землю и уморю ее жаждой. Я не проявлю своей любви к ее детям, потому что они дети разврата. Их мать была блудницей и зачала их в бесчестии. Она говорила, — Я пойду за моими любовниками, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, масло и напитки. Поэтому я прегражу ей путь терновыми кустами и обнесу ее оградой, чтобы не нашла своего пути. Она погонится за своими любовниками, но не догонит их. Она будет искать их, но не найдет. Тогда она скажет, — Я вернусь к своему мужу, потому что тогда мне было лучше, чем сейчас. Она не поняла, что это Я давал ей зерно, молодое вино и масло. В изобилии одаривал ее серебром и золотом, а она использовала их для Баала. Поэтому я заберу мое зерно, когда оно созреет, и мое молодое вино, когда оно будет готово. Я возьму назад мои шерсть и лен, предназначенные для прикрытия ее ноготы. Итак, теперь я открою ее ноготу, на глазах у ее любовников. И никто не спасет ее от моей руки. Я положу конец всем ее празднованиям, ее ежегодным торжествам, праздникам Новолуния, субботам, всем установленным празднествам. Я уничтожу ее виноградные лозы и инжир, о которых она сказала. Это плата, которую мои любовники дали мне. Я превращу их в заросли, и дикие животные будут поедать их плоды. Я накажу ее за те дни, когда она возжигала благовоние Баалам. Она украшала себя серьгами и драгоценностями, и ходила за своими любовниками, а меня забыла, — возвещает Господь. Поэтому теперь я увлеку ее. Я приведу ее в пустыню и буду говорить с ней ласково. Там я верну ей ее виноградники и сделаю долину Ахор дверью надежды. Там она будет петь, как в дни своей юности, как в день, когда она вышла из Египта. В тот день, — возвещает Господь, — ты назовешь меня муж мой, и больше не будешь звать меня мой господин. Я удалю имена Баалов из уст твоих, и больше никогда их имена не будут призываемы. В тот день я дам повеление диким зверям и птицам небесным, и творениям, присмыкающимся по земле, не нападать на людей. Лук и меч и войну я удалю из той земли, чтобы все могли жить в безопасности. Я обручу тебя с собой навеки. Я обручусь с тобой в праведности и справедливости, в любви и милости. Я обручусь с тобой в верности, и ты узнаешь Господа. В тот день я отвечу, — возвещает Господь. Я скажу небу, и оно пошлет дождь на землю. Земля же даст зерно, молодое вино и оливковое масло. Так я отвечу Израилю. Я посею ее для себя на земле. Я проявлю свою милость к той, что я назвал непомилованное. Тем, кто был назван немой народ, я скажу, — вы мой народ. А они скажут, — ты наш Бог. Примирение Осии со своей женой И сказал мне Господь, — иди, и снова прояви любовь к жене своей, хотя она блудница, и ее любит другой. Люби ее, подобно тому, как Господь любит народ Израиля, хотя они обращаются к другим богам и любят их лепешки с изюмом. Итак, я выкупил ее за пятнадцать серебряников и хомер, или тек-ячменя. Тогда я сказал ей, — ты должна прожить у меня много дней. Ты не должна быть блудницей и не должна ни с кем спать, и я буду поступать так же. Так же народ Израиля долгое время будет жить без царя и без правителя, без жертвы и без жертвенника, без эфода и идола. После этого народ Израиля вернется и будет искать Господа своего Бога и Давида своего царя. И в последние дни они будут благоговеть перед Господом и Его благословениями. Обвинение против Израиля Народ Израиля, слушайте Слово Господа, потому что Господь осуждает вас, жители этой земли, говоря, «В этой стране нет ни верности, ни любви, ни познания Бога. Есть лишь проклятие, ложь и убийство, воровство и разврат. Они переходят все границы. Кровопролитие следует за кровопролитием. Поэтому эта земля высыхает, и все, кто живет в ней, изнемогают. Гибнут дикие звери, птицы небесные и рыбы морские. Но пусть никто не судится, пусть один не обвиняет другого. Я вас обвиняю, священники. Вы спотыкаетесь днем и ночью, и пророки спотыкаются вместе с вами. Итак, я истреблю вашу мать. Мой народ истреблен из-за недостатка знания. Как вы отвергли знания, так и я отвергну вас, мои священники. Как вы забыли закон вашего Бога, так и я забуду ваших детей. Чем больше становилось священников, тем больше они грешили против меня. Я поменяю их славу на нечто постыдное. Они питаются жертвами за грехи моего народа, потому и желают их беззаконий. Что будет с народом, то и со священниками. Я накажу их за пути их, и воздам им по делам их. Они будут есть, но не насытятся. Будут блудить, но останутся бездетными. Потому что они оставили Господа и предали себя разврату. Вину старому и молодому, которые отнимают понимание у моего народа. Они просят совета у деревяшки, и палка дает им ответ. Дух разврата сбил их с пути. Занимаясь развратом, они отдалились от своего Бога. Они приносят жертвы на вершинах гор и сжигают приношения на холмах, под дубом, тополем и теревинфом, потому что их тень приятна. Поэтому ваши дочери блудят, а ваши невестки нарушают супружескую верность. Я не накажу ваших дочерей, когда они будут блудить, и не накажу ваших невесток, когда они будут нарушать супружескую верность. Потому что мужчины сами уединяются с блудницами и приносят жертвы с храмовыми блудницами. Невежественный народ погибнет. «Хотя ты и блудишь, Израиль, пусть хоть Иуда не грешит. Не ходите в Гилгал, не поднимайтесь в Бет-Авен, и не клянитесь там». Верно, как и то, что жив Господь. Израилетяне упираются, как упрямые целица. Как же тогда Господь сможет пасти их, словно овец на просторном пастбище? «Ефрем привязался к идолам. Оставь его. Даже когда у них кончается вино, они продолжают блудить. Их правители любят постыдные пути. Сильный ветер сметет их, и они устыдятся своих жертв». Суд над Израилем «Слушайте это, священники. Вы, израилетяне, внимайте. Слушай, царский дом. Этот суд против вас, потому что вы были западней в Митспе и сетью, раскинутой на горе Фавор. Мятежники глубоко погрязли в распутстве, но я их всех накажу. «Я знаю все о Ефреме. Израиль не скрыт от меня. Ефрем, теперь ты обратился к разврату. Израиль уже осквернен. Их поступки не позволяют им вернуться к своему Богу. В их сердцах дух разврата. Они не знают Господа. Гордость Израиля свидетельствует против него. Израилетяне и Ефрем спотыкаются из-за своих грехов. Иудея тоже спотыкаются вместе с ними. Когда они пойдут искать Господа со своими овцами и валами, они не найдут его. Он удалился от них. Они неверны Господу, потому что рожают незаконных детей. Теперь же их праздники Новолуния сами поглотят их вместе с их полями. «Вострубите рогом в Гиве, трубой в Раме, поднимите клич к битве в Бет-Авене. За тобою, Вениамин! Ефрем будет опустошен в день наказания. Среди родов Израиля Я возвещаю то, что случится непременно. Вожди Иудеи стали, как те, кто передвигает межи. Я обрушу на них свой гнев, как поток воды. Ефрем угнетен, поражен судом, потому что он намеревался следовать за идолами. Я словно моль для Ефрема, как гниль для народа Иудеи. Когда Ефрем увидел свою болезнь, а Иуда свои раны, тогда обратился Ефрем к Асирии и послал за помощью к великому царю. Но он не может вылечить тебя и не может исцелить твои раны, потому что я буду как лев для Ефрема и как молодой лев для Иудеи. Я растерзаю их на куски и уйду. Я унесу их, и никто не спасет их. Потом я уйду в свою обитель, пока они не признают свою вину и не начнут искать моего лица. Нераскаившийся Израиль «В своем страдании они будут настойчиво искать меня. Пойдем и вернемся к Господу. Он поразил нас, но он же и исцелит нас. Он поранил нас, но он же и перевяжет наши раны. Через два дня он оживит нас, а на третий день он восстановит нас, чтобы мы жили в его присутствии. Узнаем же Господа, будем стремиться узнать Его. То, что Он придет, верно, как и то, что взойдет солнце. Он придет к нам, как дождь, подобно весенним дождям, что орошают землю. Что же мне делать с тобой, Ефрем? Что же мне делать с тобой, Иудея? Ваша верность, как утренний туман, словно роса, что вскоре исчезает. Поэтому я резал вас на куски через моих пророков. Я убивал вас словами моих уст. Словно молния вспыхнул мой суд над вами. Ведь я милости хочу, а не жертвы. И познание Бога более, нежели всесожжение. Подобно Адаму, вы нарушили завет. Там вы не были мне верны. Галаат, город нечестивых людей, запятнан кровью. Сборище священников подобно разбойникам, которые сидят в засаде в ожидании человека. Они убивают на пути в Шехеем, совершая гнусные преступления. В доме Израиля я увидел ужасную вещь. Там Ефрем предался распутству. Израиль осквернил себя. И для тебя, Иудея, назначена жатва. Когда я верну мой народ из плена, Когда я исцелю Израиль, откроются грехи Ефрема, и преступления столицы Самарии будут разоблачены. Люди обманывают. Воры пробираются в дома, разбойники грабят на улицах. Но они не осознают, что я помню все их злые дела. Их преступления окружают их. Грехи их всегда передо мной. Заговор против царя Они веселят царя своим злодейством, вождей своей ложью. Все они — распутники, пылают словно печь, чей огонь не нужно поддерживать спекарю с момента замешивания теста и до тех пор, пока оно не поднимется. В день праздника нашего царя вожди напиваются вином до бесчувствия, а царь протягивают свою руку насмешникам. Их сердца, словно печь, горят интригами. Их злоба теплится всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они раскалены, как печь истребляют своих же правителей. Все их цари низвергаются, и никто из них не взывает ко мне. Ефрем смешался с нечестивыми народами, уподобился хлебу, недопеченному с одной стороны и подгоревшему с другой. Чужестранцы поедают его силы, а он и не осознает. Его волос стал седым, а он и не замечает. Гордость Израиля свидетельствует против него, но при всем этом он не возвращается к Господу своему Богу и не ищет его. Ефрем стал как голубь, глупый и ничего не смыслящий. То он взывает к Египту, то идет в Ассирию. Когда они пойдут, я накину на них свою сеть, я низвергну их, как птиц небесных, я накажу их, как им и было сказано в собрании. Горе им, потому что они удалились от меня. Гибель им, потому что они восстали против меня. Я желаю искупить их, а они лгут обо мне. Они не взывают ко мне от всего сердца, а причитают на своих ложах. Они собираются вместе из-за хлеба и молодого вина, но отворачиваются от меня. И хотя я вразумлял и укреплял их, они все равно замышляют зло против меня. Они обращаются, но не к Всевышнему. Они как неверный лук. Вожди их падут от меча из-за своих дерзких слов. За это над ними будут смеяться в земле Египта. Идолопоклонство Израиля Поднеси рог к своим губам, как орел налетит враг на народ Господа, потому что народ нарушил мой завет и приступил мой закон. Израиль взывает ко мне. О, Бог наш, мы признаем тебя. Но Израиль отверг добро, враг будет преследовать его. Он возводил царей без моего согласия, выбирал вождей без моего одобрения. Из своего серебра и золота люди делают для себя идолов себе на погибель. Я отверг твоего идола-цельца, Самария. Мой гнев воспылал на этот народ. До каких пор он не будет способен очиститься? Этот идол из Израиля. Он произведение рук ремесленника, и потому не Бог. Телец Самарии будет непременно разбит на кусочки. Люди сеют ветер, опожнут бурю. У стебля пшеницы не будет колоса, и зерно не даст муки. А там, где пшеница произведет зерно, чужеземцы поглотят его. Израиль поглощен. Теперь он среди народов как негодный сосуд, потому что пошел к Ассирии, как одиноко бродящая дикая ослица. Подарками Ефрем приобретал себе любовниц. Хотя они посылали дары народам, я теперь соберу их вместе для суда. Они начнут изнемогать под гнетом могущественного царя. Хотя Ефрем построил много жертвенников для приношений за грех. Они стали жертвенниками греха. Я написал им множество предписаний моего закона, но они рассматривали их как нечто чужое. Они предлагают мне жертвоприношение и едят мясо, но Господу они не угодны. Теперь он вспомнит их грехи и накажет их. Они вернутся в Египет. Израиль забыл своего Создателя и построил дворцы. Иудея укрепила многие города, но я пошлю огонь на их города, который пожрет их дворцы. Наказание Израиля Не радуйся, Израиль. Не ликуй, как другие народы, потому что ты не был верен своему Богу. Ты любишь заработок блудниц на каждом гумне. Гумной до вильня не накормят народ, молодое вино их подведет. Они не останутся в земле Господа. Ефрем вернется в Египет и будет есть нечистую пищу в Осирии. Они не будут возливать винное приношение Господу, и их жертвоприношения не будут угодно ему. Такие жертвоприношения будут для них, как хлеб на похоронах. Каждый, кто будет есть его, осквернится. Эта пища будет предназначена только для них самих. Она не войдет в храм Господа. Что же вы будете делать в день ваших установленных праздников? В праздничные дни Господа. Даже если вы избежите истребления, Египет соберет вас, а Мемфис похоронит. Ваши сокровища из серебра зарастут колючками, и жилища терновникам. Наступают дни наказания, близятся дни расплаты. Пусть знает это Израиль. Вы считаете пророка глупцом, а вдохновенного человека безумцем из-за того, что ваших грехов так много, и ваша враждебность столь велика. Пророк вместе с моим Богом, страж над Ефремом, все же селки ожидают его на всех его путях, и враждебность в доме Бога его. Глубоко погрязли они в развращенности, как во времена города Гивы. Бог вспомнит об их зле, и накажет их за грехи. Я нашел Израиль, как виноград в пустыне. Я увидел ваших отцов, как ранний плод инжира. Но когда они пошли к Баал-Пеору и посвятили себя этому постыдному идолу, они сами стали отвратительными, как тот идол, которого они так любили. Будущее слава Ефрема улетит словно птица. Не будет ни рождения, ни беременности, ни зачатия. Даже если они воспитают детей, я отниму их. Горе им, когда я отвернусь от них. Я видел Ефрем, как тир насажден на плодородном лугу, но Ефрем приведет своих детей к убийце. Дай им, Господи, что же мне у тебя попросить для них? Дай им утробу, неспособную родить, и грудь, в которой нет молока. Из-за всего их зла в Гилгале я там возненавидел их. Из-за их злых дел я изгоню их из моего дома. Я больше не буду любить их. Все их вожди отступники. Ефрем поражен, их корень засох, они не приносят плода. Даже если они и будут рожать, я умерщвлю их любимых детей. Мой Бог отвергнет их, потому что они не послушались его. Они будут скитальцами среди народов. Израиль ветвистый виноград. Он производил плод для себя. Чем больше было у него плодов, тем больше он возводил жертвенников. Чем плодороднее была его земля, тем лучше он украшал свои священные столбы. Их сердце обманчиво, и теперь они должны понести наказание. Господь разрушит их жертвенники и уничтожит их священные столбы. Тогда они скажут «У нас нет царя, потому что мы не почитали Господа». Но даже если бы и был у нас царь, то что бы он мог сделать для нас? Они говорят пустые слова, дают ложные клятвы и заключают соглашение. Поэтому суд явится над ними, словно ядовитые сорняки на вспаханном поле. Жители Самарии будут бояться за идола тельца Бетавена. Его народ и его жрецы, что радовались славе идола, будут скорбеть по нему, потому что слава отойдет от него. Он будет унесен в Ассирию, в дар великому царю. Ефрем будет опозорен. Израиль будет постыжен за свой совет. Самария и ее царь уплывут, как ветка по течению. Святилища зла будут уничтожены. Они грех Израиля. Вырастут терновник и колючки и покроют их жертвенники. И тогда они скажут горам покройте нас и холмам падите на нас. Ты грешил со времен Гивы, Израиль. Таким ты и остался. Разве война не настигла беззаконников в Гиве? По моему желанию я накажу их. Народы соберутся против них, чтобы надеть на них оковы за их двойной грех. Ефрем, приученная целиться, привыкшая молотить зерно. Итак, я сам надену ермо на ее тучную шею. Я запрягу Ефрема. На Иудеи буду пахать, а на Иакове баранить. Сейте для себя праведность и пожнете плоды верной любви. Распашите свою целину, потому что настало время искать Господа, пока он не придет и не зальет на вас праведность, как дождь. Но вы возделывали беззаконие, пожинали зло и съели плод лжи. Так как вы полагались на свою силу и на множество своих воинов, рев войны поднимется против вашего народа, и все ваши крепости будут разрушены. Как Салман разрушил Бет-Арбел в день битвы, когда матери вместе со своими детьми были забиты до смерти, так будет и с тобою, Вифиль, потому что велики твои злодеяния. На рассвете того дня погибнет царь Израиля. Любовь Бога к Израилю. Когда Израиль был ребенком, я любил его, и из Египта призвал я сына моего. Но чем больше я звал израилетян, тем дальше они уходили от меня. Они приносили жертвы балам и благовония идолам. Это я научил Ефрема ходить, держа его за руки. А он не осознавал, что я был и тем, кто исцелял его. Я вел их узами любви и человеческой доброты. Я снял ермо с их шеи и склонился, чтобы накормить их. Не вернутся ли они в Египет, и не будет ли Ассирия править ими из-за того, что они отказались покаяться? Мечи засверкают в их городах, разрушат затворы их ворот и положат конец их планам. Мой народ склонен к тому, чтобы отворачиваться от меня. Хотя пророки призывают его к Всевышнему, никто не превозносит его. Как я могу оставить тебя, Ефрем? Как я могу предать тебя, Израиль? Могу ли поступить с тобой, как с Адмой? Могу ли я сделать тебе то, что своему? Мое сердце переменилось, пробудилась во мне жалость. Я не поступлю по ярости своего гнева, не разрушу Ефрема снова, потому что я Бог, а не человек, святой среди тебя. Я не приду в гневе. Я зарычу, как лев, и они последуют за мной. Когда я зарычу, мои дети в трепете придут с запада. Они вернутся из Египта, трепеща, как птицы, из Ассирии, как голуби. Я поселю их в их жилищах, возвещает Господь. Израиль похож на своего праотца. Ефрем окружил меня ложью, а дом Израилев обманом, и Иуда сильно противится Богу, и даже верному святому. Ефрем питается ветром, гоняется за восточным ветром весь день, умножая ложь и насилие. Он заключает соглашение с Ассирией и посылает оливковое масло Египту. У Господа есть судебная тяжба против Иудеи. Он накажет дом Иакова по путям его, и воздаст ему по его делам. Еще в утробе Иаков схватил своего брата за пятку, а возмужав, он боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог его. Он плакал и умолял его о благосклонности. В Вифиле Бог нашел Иакова и там говорил с нами «Он Господь, Бог сил, Господь его имя, так вернись к своему Богу, придерживайся любви и справедливости и всегда ожидай своего Бога». Торговцы используют неверные весы и любят обманывать, а народ Ефрема хвастается «Я очень богат, я разбогател, но во всех моих делах никто не найдет во мне ничего незаконного и ничего грешного, я Господь твой Бог, который вывел тебя из Египта, я заставлю тебя снова жить в шатрах, как в дни праздника шалашей, я говорил с пророками, дал им много видений, через них рассказывал притчи, есть ли зло в Галааде, его жители ничтожны, приносят ли они в жертву быков в Гилгале, их жертвенники будут как груды камней на вспаханном поле, Яков убежал в страну Арам, он работал за жену и чтобы заплатить за нее он пас овец, Господь через пророка вывел Израиль из Египта и через пророка он охранял его, но Израиль разгневал Господа, Владыка оставит на нем вину за его кровопролитие и воздаст ему за это презрение Гнев Господа против Израиля Когда Ефрем говорил люди дрожали он был возвышен в Израиле но он стал повинен в поклонении Баалу и погиб теперь они грешат все больше и больше они делают для себя идолов из своего серебра искусно отлитые истуканы все это изделия ремесленников люди приносящие жертвы говорят к тельцам целуют их поэтому они будут как утренний туман как роса что вскоре исчезает словно мекина от зерна сдуваемая ветром как дым выходящий через дымоход но я Господь твой Бог который вывел тебя из Египта ты не должен признавать другого Бога кроме меня и никакого спасителя кроме меня я заботился о тебе в пустыне в обжигающей зноем земле когда я кормил их они насыщались а насытившись становились гордыми поэтому они забыли обо мне итак я настигну их как лев как леопард в ожидании притаюсь у дороги как медведица лишенные своих медвежат я нападу на них и раздеру им грудь как львица я буду поедать их и как дикое животное буду раздирать их на части я уничтожу тебя Израиль потому что ты против меня против своего помощника где теперь твой царь пусть он спасет тебя во всех твоих городах где твои судьи о которых ты просил говоря дай нам царя и вождей в своем негодовании я дал тебе царя и в гневе своем я забрал его беззаконие Ефрема завязано в узел хранятся его грехи его настигнут муки как у женщины при родах но он неразумное дитя ему пришло время родиться а он упирается желая остаться в утробе я уберегу их от власти мира мертвых я искуплю их от смерти о смерть где твое бедствие о мир мертвых где твое разрушение я не пожалею об этом хотя он процветает среди своих братьев придет восточный ветер от господа задует из пустыни и сохнет родник его иссякнет источник его унесет все его драгоценности из сокровищницы народ самарии должен понести свое наказание потому что он восстал против своего бога они падут от меча их дети будут разорваны на куски их беременные женщины будут рассечены на части покаяние принесет благословение вернись Израиль господу своему богу твои грехи были твоим падением возьмите с собой слова покаяния и вернитесь господу скажите ему прости все наши грехи и милостиво прими нас чтобы мы могли принести тебе жертву наших уст а сирия не может спасти нас мы не будем садиться на боевых коней и не станем более говорить изделия наших рук боги наши потому что у тебя сироты находят милость я исцелю их неверность и изберу любовь к ним потому что больше не гневаюсь на них я буду росой для израиля и он расцветет как лилия он пустит свои корни как ливанский кедр его побеги прорастут и он будет красив как оливковое дерево благоухать как от ливана люди снова будут жить под его тенью он будет расти как зерно расцветет как виноградная лоза и прославится как ливанское вино ефрем какое мне дело до идолов я отвечаю ему и забочусь о нем я как вечно зеленый кипарис от меня твоя плодовитость заключение тот кто мудр уразумеет эти вещи кто проницателен поймет их пути господа правильны и праведники будут идти по ним а грешники на них споткнутся за мудр 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 вас мудр у мудр потом а с Продолжение следует...